Ну что, друзья, кто говорил, что билет до центра стоит евро 30, евро 50 уже стоит? Инфляция, мать и тить, скачет галопом по Европам. Вот это на 19-й год, сентябрь. Но в центре я все-таки нашел. Как говорится, хотелось человеку просто-напросто немножко показать, что он круче других, образно говоря. Ну что, друзья, подходим к триумфальной арке, о которой я говорил. Арка Августа, да? Видимо, когда он победил Марка Антония, ближайшего сподвижника Цезаря, вот ему возникли, воздвигли вот эту вот арку. 27-й год, говорят, до нашей эры. Как говорится, хотелось человеку просто-напросто немножко показать, что он круче других, образно говоря. Сейчас свою крутизну показываю дорогими часами, марками самых дорогих машин, а тогда показывали триумфальными арками. Человек выйдет из машины, я имею в виду, в нашей эры из дорогой машины. И если никто не увидит, что у него на руках дорогие часы, и нет ряда машины, на него просто-напросто никто не обратит внимания. Что человеку хочется? Человеку хочется, чтобы на него обратили внимание. Горды не мать идти. И вот они начинают себе покупать, хотя эта машина ему вот на дых не нужна, потому что его задница может довести обыкновенная машина, какая-нибудь совершенно недорогой марки. Ну вот, марку Августа тоже, вот по идее, это вот эта вот триумфальная арка, вот на дых не нужна была. Но надо было людям показать, что он что-то из себя представляет. Все-таки первый император Римской империи, ну вот и воздвигли ему эту арку в Римени. Отсюда, как я хотел сказать, по истории отсюда, из Римени Юлий Цезарь начал свое шествие к власти. Всего-напросто, как я слышал, по истории, три легиона у него было. По дороге ему еще набралось побольше малости. И в итоге он пришел к своей каракасрочной власти, пока его не закололи в парламенте. Видимо, себя с быком ассоциировал. Минотавр, наверное, о котором я рассказывал. С Минотаврами себя ассоциировал. Кто знает с чем. Вот почему вот там вот, например, вот этот мужчина. С другой стороны. Подойдем. Видите, с одной стороны женщина. С другой стороны будем образом называть его Минотавр. И с левой стороны мужчина вот. Что это обозначает, я конечно, того тоже не могу знать. Пока не погуглю. Погуглю, может быть, опись напишу, вот это триомфарные арки найду. И тогда буду знать. С одной стороны вы видите, да? Гранит. С другой стороны уже гранита нет. Уже кто-то благополучно забрал на надгробье какому-нибудь своему родственнику. то же самое с другой стороны. Тоже самое с другой стороны. Тоже так же. все. А бычару уже ему рога пообломали. Где он? Вот он, бычара. Рога уже здесь ему пообломали. Его практически уже не видно. Теленок какой-то. Женщина тоже здесь похоже немножко видит. Наверное, с этой стороны больше ветров из этого, наверное, не какие-то. И вот там вот. Мужское лицо. Мужской барельеф, скажем так. Мужское лицо. Субтитры подогнал «Симон» Субтитры подогнал «Симон»